Элегантные шляпки, дорогие машины и, конечно же, кони. Спортивный центр «Планерная» в Химках на несколько часов превратился в сердце богемной жизни. Команда «Сварт Хорс» и ее капитан Дмитрий Дейнека на лошади по кличке «Харизма». Повод – соревнования по конному полу. Игра зрелищная, но не самая популярная у нас в России. Пока существует лишь две команды по полу, и одна из них находится в Химках. Первыми выступили «Бегинеры» – так называются начинающие игроки в полу. Бились новички на уменьшенном поле. Так безопасней и проще попасть малятом, то есть клюшкой для пола по мячу. Конное поло, хоть и аристократический, но все же спорт. Запулить увесистый деревянный мячик малятом на большое расстояние сложно, даже стоя на ногах. А когда несешься на полной скорости на лошади, задача кажется невыполнимой. Невыполнимой, кажется, задачей для обывателя и простой для профессионала. Как только основной состав Химкинского клуба сел в седло, баталии на поле приобрели совсем другой градус накала. Битва, а иначе ты игру и не назовешь между профессионалами, длилась 30 минут и подарила зрителям яркие эмоции. Супер, отлично, единственное, что после дождя парило, конечно, мы все мокрые, без дождя. Зато столько эмоций. Зато столько эмоций. И адреналина. Да, куча всего. Конное поло – это больше, чем просто игра. Это целое событие, в которое вовлечены все. Например, зрители стали участниками конкурса шляпок. А на протяжении всего мероприятия звучала живая музыка. Под занавес игр выступления по конной выездке. Это всегда зрелищно и красиво. Зрители наблюдали за конными баталиями с трибуны, которая осталась в наследство после фильма Анна Каренина, режиссера Карена Шахназарова. Надеюсь, что эта поляна приносит огромную радость всем тем, кто ее посещает. Потому что, честно вам сказать, прям душа поет, когда ты видишь вот такое зрелище, когда ты видишь большое количество людей, увлеченных этим видом. И, конечно, нам очень радостно, что и Дмитрий Владимирович Волошин оказывает нам огромную помощь в организации подготовки таких турниров. Перекусить болельщики спортсмены могли в зоне фуршета. Здесь супруга судьи, специально приглашенного гостя из Аргентины, готовила мясо по своему фирменному рецепту. Мероприятие прекрасно организовано. Здесь собралось все сообщество конного пола и у всех хорошее настроение. Спортсмены пришли сюда с отличной подготовкой и прекрасными лошадьми. Люди очень приветливые, веселые. Зрители здесь отлично проводят время. В итоге команда Smart Horse, это игроки в красных футболках, уступили команде планерная со счетом 8-6. Стоит отметить, что вход на соревнования по конному полу традиционно остается бесплатным, так что любой желающий мог посетить мероприятие. Правда, соблюдение дресс-кода никто не отменял и наличие элегантной шляпки обязательно. Сервер Бековедов, Руслан Сафин, Новости, Химки ТВ.